Юбилей отметил Подберевский комбинат хлебопродуктов. Первая партия готовой продукции сошла с его конвейера 40 лет назад. Партнеры, ветераны и работники предприятия были приглашены на торжественный прием в лектории Кремля. Официальная часть праздника в лектории Новгородского Кремля началась с демонстрации фильма, рассказывающего о сегодняшнем дне и основных исторических вехах Подберевского комбината хлебопродуктов. 1972 год. Построен огромный для наших северных широт элеватор на 150 тысяч тонн зерна. В 1981 году введена в строй мельница. В 1983 на предприятии появился комбикормовый завод. До сих пор на комбинате трудятся люди, которые застали эти события. По 35 лет, по 40 лет даже есть некоторые люди работают. Ну и соответственно вливаются и молодые кадры, которые опытные наши работники, их обучают. В 2008 году началась современная страница истории комбината. Он стал частью агрохолдинга БЗРК «Белгран Корм». За минувшие 10 лет была проведена масштабная реконструкция комбикормового производства. Значительно увеличилась производственная мощность и расширился ассортимент выпускаемой продукции. Площадки по кормам бройлеров в Новгородской области сегодня дают лучшие результаты по привесам, по конверсии корма в нашем холдинге. И 70% успеха этого в качестве наших кормов, которые производятся здесь, под Бересовым криминалом для его продуктов. Новое современное оборудование позволило значительно увеличить производительность туда сотрудников предприятия и соответственно их заработную плату. Только на птицефабрике холдинга «Белгран Корм» «Великий Новгород» ежедневно отгружается до 500 тонн комбикормов. Также продукцию комбината приобретают сельхозпредприятия нашей области, фермерские и личные подсобные хозяйства. Вот сейчас только что мы были на комбинате, чисто, аккуратно. Это действительно там работают профессионалы, мы это сейчас увидели. Производят очень хорошую, качественную продукцию, которая очень востребована. Высокая культура производства, точное соблюдение рецептуры и качество исходного сырья – все это позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию. За свой труд и вклад в развитие сельского хозяйства собственники, руководители и сотрудники комбината получили заслуженные награды. Алексей Дмитриев, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...